Девушки отдыхают Наши реалити-шоу всегда было самым правдоподобным Джон! Ее или любят, или ненавидят Я ей говорю, ты не Анжелина Джоли Про меня думают, что я милая мамочка Хватит есть! Я не могу все время быть доброй и не наказывать детей? Нельзя! Кара, милая Я опять ошиблась? Ничего, продолжай Где все? Грустно Я буду скучать Всем пока Кейп Кара Мэдди Алексис Хана Лия Эйден Колин Джоэл Кейп и восемь детей В предыдущем эпизоде У нас поломка Знаешь, я сейчас могла бы быть на борту самолета Прости, я очень рассержена Почему? Мне все равно Чего ты хочешь? Я не буду это терпеть Не устраивай сцены, я устала все делать сама Знаешь что, мне это надоело Надоело Я умру за этих детей Я умру за этих детей Но я не могу больше находиться рядом с ней Это просто кошмар Что поделать? Конечно, я много об этом думала Занимаясь домашними делами Я все пыталась понять Что же случилось? Было очень жарко Нас было очень много А мы должны были поместиться в двух автобусах Трейлеры поломались Мы просто оказались в стрессовой ситуации У нас были разногласия Я спорил с Кейт и с няньками Это непросто было пережить Действительно непросто На второй или третий день путешествия Отношения не могли быть хорошими Все устали друг от друга А впереди было еще несколько дней И все понимали, что ничего хорошего не будет Люди просто забыли, что вокруг были камеры Всем было уже наплевать Мы ужасно устали Можно сколько угодно оправдываться и ссылаться на стресс Но с людьми нельзя так обращаться Особенно с теми, кто так близок с тобой и твоей семьей Ведь мы любим тебя И поддерживаем Но разве можно так обращаться с человеком Который посвятил твоей семье пять лет Я не буду плакать Я умру за этих детей Но я не могу больше находиться рядом с ней Вы слышали, как Эшли сказала, что готова умереть за ваших детей Но не хочет оставаться рядом с вами Что вы скажете на это? Я постоянно вспоминаю эти слова, и мне очень больно Думаю, она сильно злилась на меня Но, по-моему, это слишком бурная реакция Хотя, наверное, это она и чувствовала Но это слишком драматично Мне кажется Люди, которые меня знают, никогда не скажут, что я бурно реагирую Я даже не плачу В тот день все так и было И я вовсе не преувеличивала Вы удивились тому, что Эшли ушла? Я очень удивилась тому, что она ушла Потому что она никогда не убегает от проблем Она была с нами в таких путешествиях, которые были гораздо хуже этого Поэтому я очень удивилась тому, что в этот раз она не смогла больше терпеть Я рада тому, что ушла Я бы ничего не хотела изменить Жалею только о том, что не сказала больше Правда Потому что мне есть что сказать Просто тогда было не время Единственное, что меня тревожило тогда Это то, что я знала, как расстроятся дети Но я знала, что если не уйду тогда, то не уйду никогда А вы хотели уйти? Да, были моменты, когда мне казалось, что мое место не здесь Но я сам выбрал эту работу И будучи ответственным человеком, я не могу уйти из-за того, что стало непросто Я подумывала об этом, но никогда не хотела уйти всерьез Я не могу поступить так с Кейт, потому что ей очень непросто Я не хочу усложнять ее жизнь и жизнь ее детей еще больше И своих детей Наверное, это и была самая трудная поездка Мы не знали, чем она кончится, но все в конце концов уладилось Мы с Джейми все выяснили, со Стиву Мэйшли тоже Так что теперь все в порядке Мы действительно нормально общаемся А вы общались с Кейт? Да, несколько раз Но мы просто поболтали, так ничего серьезного Обычная болтовня Кейт сказала, что вы не в ссоре Может быть, она просто так выразилась Я бы так не сказала Все не совсем так Я не думаю, что все наладится Я ничего не забыла Но мы с Кейт очень близки, как сестры Поэтому мы прощаем друг друга У нас такие отношения Я все равно ее люблю, она моя лучшая подруга В конце концов мы решили, что Не стоит разрушать нашу дружбу Она настоящая подруга, которая промолчит И не будет ссориться Учитывая, что вы любите детей И хотите с ними общаться Как вы представляете себе это в будущем? Ну, Кейт сказала, что я могу приходить к ним, когда захочу Возможно, так и случится, потому что нам надо многое обсудить Наверное, так Забавно, что все это случилось между нами Потому что с Эшли мы никогда не спорили даже по мелочам Я хочу, чтобы она знала, что является членом нашей семьи Я люблю ее И ей решать, захочет ли она с нами общаться или нет Все в ее власти Я люблю ее Пока Неужели мне придется устроиться на работу, чтобы обеспечивать детей? Наше шоу закончилось Я был сильно удивлен Я всегда говорила ей Ты не Анжелина, Джоли? У папочки есть? Меня спрашивают, если бы все можно было вернуть Вышла бы я за Джона? Это безумная жизнь Но это наша жизнь Кейт и восемь детей У меня есть У меня есть И у папочки тоже есть Это ваше последнее интервью О чем вы думаете? Ну, грустно А почему? Потому что все закончится Последний эпизод Тебе грустно? Я же сделала грустное лицо Все когда-нибудь заканчивается Все это знают Уже почистил зубки? Это словно терять близкого друга Когда я думала о последнем эпизоде Я понимала, что не только мы должны смириться с этим Но и зрители Мы им должны Шоу заканчивается А что вы чувствуете? Нам грустно Грустно А почему? Потому что грустно О чем подумали, когда узнали, что шоу заканчивается? Неужели мне придется устроиться на работу, чтобы обеспечивать детей? Честно Это правда Я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что вся ответственность теперь лежит только на мне И это страшно Ханна и Илья поедут первыми Потом Колин Хорошо? Мамочка! Я пописал в горшочек Правда? Я люблю тебя Ты мой мужчина Мотор? Первый вопрос Вам понравилось? Очень Правда? Да Это мое прошлое и настоящее Давайте вспомним самое начало съемок С самого начала все было очень скучно Я вообще ничего не понимала Записываем? Было непривычно Итак Готовы? Поехали Мы с Джоном всегда хотели детей Но мы не знали, что их будет так много Когда мы решали, сниматься ли в шоу, я спрашивала А что это такое? Мы с Джоном всегда хотели детей Но мы не знали, что их будет так много Мы записывали разные фразы И я не знала, как это все будет звучать в шоу Сначала у нас появились близнецы Кара и Мэдди Кара, я что, опять ошиблась? Ничего, продолжай Кара милая У нее много друзей Говорите, словно вы не читаете, а обдумываете свои слова Важно было понять, что мы представляем собой, как семья Кое-что меня смущает Это краткое вступление должно было немного рассказать о нас Но мне хотелось самой рассказать, какие мы на самом деле Я скажу, это безумная жизнь, потому что я всегда это говорю Как хотите Я начну Это безумная жизнь Но это наша жизнь Есть Что, и все? Похоже на то Вы обсуждали, хотите ли выпускать людей в свою жизнь? Я все время вспоминала о людях, которые молились за нас Желали нам всего хорошего И даже присылали по 10 долларов Таких было очень много Честно говоря, я чувствовала ответственность перед ними Мы должны были показать им, что мы выживаем Что у нас все хорошо И наши дети здоровые Посмотрите, как они выросли Так забавно В одном из последних эпизодов показали, какой Кейт была раньше Это была та Кейт, которую я встретила в больнице Рейдинг Она была мягче А в ее глазах светилась любовь Сейчас она больше похожа на звезду телешоу Ну, знаете А как я выгляжу? А что мне надеть? Это не та Кейт, которую я знала Я всегда говорю ей Ты не Анжелина Джоли Она злится Но я понимаю, почему так происходит Человек привыкает к определенным условиям Когда вы поняли, что ваша жизнь начала меняться? Наверное, в январе 2008 Помню, Джон сказал Боже мой Я увидела, что он паникует Тогда я сказала Мы уже никогда не будем жить, как раньше И он сказал Точно Почему вы произнесли именно эти слова? Когда Джон ходил по делам и вернулся То сказал, что три человека узнали его на улице Говорит Представляешь, как это необычно? Я тогда не знал, насколько все изменится Но помню, что сказала Мы уже никогда не будем жить, как раньше Я не хочу стоять с детьми в середине зала, чтобы все нас фотографировали На нашей улице стали появляться люди с фотоаппаратами Ребята! Ребята! Да уж Каждый день становилось хуже И я не могла привыкнуть Вы помните, когда вам впервые понадобилась охрана? Да У нас был очень неприятный инцидент на местном телевидении Один парень сажал моих детей на колени Когда дело касается детей, я молчать не буду Такое не должно было повториться Тогда уже мы стали появляться на людях И я поняла, что смогу продолжать шоу только если мы будем в безопасности Вот тогда и появилась охрана Когда я только начал работать с ними, я подумал А что здесь сложного? Об этой семье никто ничего не знает И я был удивлен, когда все оказалось совсем не так Особенно в Калифорнии, в аэропорту Привет Привет, спасибо Мы любим вас Я тогда подумал Ничего, о них знают далеко не все Но потом все стало еще хуже Она всегда была И остается женщиной, привлекающей внимание Ее или любят, или ненавидят Она говорит про себя Моя работа — вернуться целой и невредимой домой к детям Это ее работа А моя работа — обеспечить ей такую возможность Думал ли я, что три месяца буду на обложках газет и журналов? Да нет, конечно Вы знали, что Стив станет частью вашей семьи? Нет, я не знала, как работает служба охраны Я помню первый раз, когда Стив куда-то с нами поехал Он был больше похож на друга, который был с нами и помогал в дороге Мы ехали всей семьей, и я тогда подумала С нами чужой человек, о котором мы ничего не знаем Это было очень непривычно Он везде был с нами Нам было не по себе от того, что нас везде сопровождает чужой человек Который не должен помогать с детьми И который не снимает шоу, а просто идет для того, чтобы ничего не случилось Это очень важно и странно одновременно И я не знала, что он станет нашим близким другом Но я помню, что тогда к нам присоединилась Джули, наш менеджер И сказала Не удивляйся тому, что круг твоего общения сужается Это твой менеджер, визажист и люди из охраны То есть, либо это проверенные люди, либо их просто не должно быть рядом с тобой Сколько раз вы с Джоном обсуждали, стоило ли сниматься в этом шоу Мы были бы плохими родителями, если бы не обсуждали это Джон был готов прекратить все в любой момент Беги Я не была готова Я всегда считала, что идеальной работы не существует И до сих пор так считаю Постоянно приходится взвешивать за и против Это наш дом Снимаем обувь и заходим Я знала, что преимущества, которые мы получим, будут бесценными Бегите быстрее! Я выросла в семье, где было пять детей И я никогда не выезжала из Штата Да! Нам так весело Было очень весело Участие в телешоу не только помогло нам материально Это еще и дало нам возможность показать детям разные места Разные города Я заглядываю в будущее на 20 лет вперед И представляю, что мои дети будут помнить о своем детстве Будут ли они вспоминать, как мы старались их обеспечить И подарить им эти впечатления Многие дни были непростыми Я здесь главная И это не изменится Иногда я не могу на себя смотреть Молчать! Жены говорят мужьям Посмотри, милая, она гораздо хуже меня Ты не использовал купон! Кейт и восемь детей Мы ехали мимо коровок Скажи привет Смотри, какие хорошие Я не вижу овечку Не вижу! Чего ты не видишь? Овечку А у меня послушалось другое слово Я правда думал, он сказал другое слово Мама! 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 Когда началось ваше шоу, как по-вашему были настроены зрители? С самого начала вся идея была основана на том, что у нас куча детей Помню, до начала шоу люди говорили мне Как бы нам хотелось подсмотреть за вами и узнать, как вы справляетесь Я и сама задаю себе подобный вопрос Как мы вообще справляемся? Были дни, когда нам было очень-очень тяжело Нам в буквальном смысле надо было просто выжить Нет, нет, не драться Мы играем Было очень непросто Можно снимать на камеру целыми днями Ханна, детка, ну что такое? Лия покакала Покакала? В штанишке И тогда другие думали Слава богу, что у меня только двое детей Пока Вот что бы сказали другие Я лев, и я люблю кривляться Думаю, что люди просто влюбились в наших детей И хотели знать про нас больше и больше Кем станут эти дети? Что с ними будет? Я здесь главное И это не изменится Конечно, интерес к нам также добавил мой характер Я несносная, я перфекционистка Я люблю все контролировать Не заходить никуда, кроме своей комнаты Это понятно? Ты не использовал купон? Я не знал У меня куча купонов А ну быстро дай мне чек Конечно, интерес вызывали и наши ссоры с Джоном И то, что у нас абсолютно разные взгляды на окружающий мир Что с тобой не так? Я пытаюсь успокоить детей, пока ты развлекаешься Я думаю, что пары сидят перед телевизором И жены говорят Посмотри, милая, она гораздо хуже меня А мужья отвечают Я не такой бесполезный, как он Это просто бред Чушь какая-то Я думаю, что они испытывали стресс, будучи родителями Из-за решений, которые они принимали И даже из-за того, что они спорили Джон, помоги мне вместо того, чтобы играться Он так долго собирается, что я просто в бешенстве Как вы думаете, почему детям так нравится смотреть шоу по телевизору? Из-за вас с Джоном Поцелуй меня Нет Ты странная Поцелуй, ты же любишь меня Меня посетила мысль о том, что им нравится видеть нас вместе всей семьей Думаю, это их немного успокаивает Поэтому я рада, что мы снимались в этом шоу Пляж! Они никогда не забудут наше путешествие Когда им было три, мы поехали на Гавайи У них есть видео, они запомнят это на всю жизнь Мне сейчас станет нехорошо Я всегда буду повторять то, что наше реалити-шоу Самое правдоподобное из всех Стоять, где я скажу, и не шевелиться Мне становится смешно, когда люди говорят, что дети делают то, что им скажут Ребята, мы не перезаписываем дубли Когда восемь детей стоят у входной двери Мне все равно, что случится Я не буду звать их обратно, чтобы все перезаписать Такого не будет Дети должны жить нормальной жизнью Для меня это всегда было приоритетом Когда они вырастут и посмотрят на то, как они были маленькими Они должны видеть реальную жизнь Я хочу, чтобы их воспоминания были радостными И, главное, настоящими Стали ли мы вести более распланированную жизнь, когда дети подросли? Да, потому что они стали старше Поэтому можно что-то планировать заранее А не так, как раньше, когда я кинула в Джен грязный подгузник Помните этот момент? Лови В этот день ты кинула в меня грязный подгузник Да ладно Вам было иногда стыдно, когда вы смотрели шоу? Много раз Ты меня бесишь Мы опоздаем Бери скорее, в чем проблема? Много раз мне становилось не по себе Ты его разрежешь? Да, именно, чтобы все было идеально ровно Так бери скорее, иди туда Во втором сезоне я была отвратительной Медведь отправляется в мусорное ведро Про меня думают, что я милая мамочка Хватит есть Ужасная и несправедливая Хватит есть Хватит! На каком еще языке вам это повторить? Нет! Ужас! Кто дал тебе жвачку? Я не могу все время быть доброй и не наказывать детей? Я думаю, все со мной согласятся Если эпизод снимается два дня, я могу выйти из себя раза три, наверное Ты можешь повернуть кран? Значит, их всех покажут за 22 минуты Я буду злой и несправедливой мамашей Горчица, горчица, майонез, горчица Замолчите! Когда восемь детей за три минуты могут 26 раз спросить одно и то же Это выведет из себя кого угодно Что сегодня? Праздник Для кого? Для Бога Для Бога? Да А для тебя? Что тебе больше понравилось в съемках шоу? Люди, с которыми мы знакомились И то, что мы делали Мы такое не забудем У нас никогда бы не было времени снимать домашнее видео Зато теперь мы поделились своим видео с целым миром Это неплохо Про каждого из детей можно вспомнить миллион вещей Какая твоя любимая поездка? Австралия и Новая Зеландия Да? Было лето И было просто замечательно Без сомнения Австралия Мэдди и раньше хотела стать ветеринаром А после этого она окончательно убедилась Алексис Обожает аллигаторов В свой день она захотела пойти в зоологический музей И долго потом вспоминала об этом Ханне больше всего понравилось на Гавайях Она все время повторяет это Эйдену больше всего запомнился Питтсбургский зоопарк Потому что он обожает животных А Колину понравилось на фабрике, где выращивают кур Он вообще любит все деревенское Маленький фермер Меня зовут Цыпа-Цыпа Что такое? А Лия первой научилась плавать на Гавайях Ты плывешь! Она до сих пор вспоминает об этом А помнишь, мамочка, как я научилась плавать? А Джоэлю нравится все Рождество или Хэллоуин? Мне нравится Рождество Да, нам дарят подарки Мне нравится Рождество Нам дарят на Рождество новые игрушки А мой любимый праздник – Хэллоуин Тогда мама вернула нашу собаку Как ее зовут? Шока Глупышка А помните дом с привидениями? Им очень понравилось Все бегали и радовались так, словно это было лучшее приключение в мире Было страшно У меня будут кошмары И там была вся съемочная группа Джек, ты такой страшный Он был доктором И кто-то выпачкал его в крови А вонючка был папарацци с усами Он их постоянно отрывал Мне очень понравилось Хочу туда снова В дом с привидениями? Можно нам еще туда? Поговорим о днях рождения Какой им запомнился больше? Ладно Что запомнилось из третьего дня рождения? Нана Дженетт скакала на лошади Она четвертый Как мы возвращались домой после того, как украшали кексы Оранжевый Эйден не доел обед, потому не получил кекс Так не положено Но он повел себя очень нехорошо Животик болит Но вскоре мы снова приготовили кексы И уже другие не получили Так что правила одинаковые для всех Пятый день рождения получился прекрасным Первый раз дети пригласили друзей У нас был батут и коктейли были Представь, что это мальчики Я улыбалась, но на душе у меня кошки скребли в тот момент С днем рождения! Было очень тяжело А как то, что происходило в тот момент между вами и Джоном, повлияло на вас? Вся радость от дня рождения детей улетучилась Исчезла Будешь скучать по мне? Иди играй Папочка, я не хочу, чтобы ты уходил Карра и Мэдди посередине Думаю, Джону не хотелось быть там Джон, ты с той стороны Это была последняя фотография, на которой мы все вместе Улыбаемся! Самый важный урок, который я вынесла из всей этой ситуации Это то, что ты оказываешься намного сильнее, чем кажется кому-то Я поняла это как мать, которая чувствует, как внутри растет живое существо Это часть тебя И это часть тебя на всю жизнь Это по-мужски Словно все сняли маски Закрой рот, иди играть Я знала, что если дойдет до развода, огласки не избежать Я люблю тебя и прошу прощения за то, что ворчал Этого человека больше нет Кейт и восемь детей Мы с Кейт решили развестись Моя цель в жизни – покой для моих детей И если достичь его можно только так, я согласна Я был слишком бездеятельным Позволил ей управлять всем и делать все, что она хотела Мы сможем быть счастливыми В любой ситуации можно найти счастье Я должен поступать так, как лучше для меня и детей Я не хочу быть одной Я не хочу быть в одиночестве Когда даешь согласие на участие в реалити-шоу Если дело доходит до развода, невозможно избежать огласки Мы выставили свои жизни на показ И теперь придется рассказать людям и о разводе Я знала, что дети смотрят шоу, поэтому нужно было представить все так, чтобы это выглядело как-то достойно Вы догадывались, что возможен развод? Да Это витало в воздухе Похоже на то, словно это происходит с твоими родителями И ты ждешь и боишься этого Так я себя и чувствовала, потому что была очень близка с их семьей Я знала, что дети очень расстроятся Поэтому я надеялась, что это все-таки не произойдет Но я знала, что это случится Где все? Вон Алексис Алексис Люди говорят, что видели, к чему все идет, потому что были признаки Двигайся быстрее, дети стоят без дела Закрой рот Я что сказал? Многие считают, что мы развелись, потому что снимались в реалити-шоу Это не так Если бы шоу не было, это все равно бы произошло Джон! Не бросай детей! Он сводит меня с ума Шоу все показало нагляднее Чтобы на одежде ничего не было Хватит психовать Получила ли я удовольствие от этой ссоры в магазине? Хватит играться! Иди, помоги мне! Нет Горжусь ли я этим? Нет Я с тобой не разговариваю Мне стыдно, потому что ты орала на меня, как будто я твоя собака Я смотрела на себя и порой не верила своим глазам Пора спать! Убери здесь! Только шесть часов! Искупай детей! Нет Мы поженились, когда мне было 22 В 23 у нас появились близнецы, в 27 младшие шестеро Я всю молодость посвятил детям Тебе плевать на то, что я собираюсь? Ты гладишь рубашку? Отвратительно! Очень по-мужски! Очевидно, у нас совершенно разные взгляды на жизнь На воспитание детей Да и вообще на все, наверное Пап, можно мне это? Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста, дады! Пожалуйста! Мы всегда ссорились, но так бывает в любом браке Пережив развод, оглядываешься назад и думаешь «Что же произошло?» Я пыталась разобрать все по полочкам и понять Я думаю, что мы оба знали, когда настал тот момент И мы поняли Что это произойдет Люди меняются Мне хотелось, чтобы он соглашался со мной И вот однажды Я осталась одна Знаете, что мама и папа снова поженятся? Да И мы с вами тоже Да В этот раз вы все увидите Это значит, что мы останемся вместе на всю жизнь Правда? Да Что бы ни случилось Мы хотим засвидетельствовать свой брак еще раз перед детьми Чтобы они знали, что мы будем вместе, несмотря ни на что Мы со всем справимся И ничто не станет между нами Я никогда не оставлю своих детей Я люблю жену и детей Люблю Мы идем на свадьбу Мы все поженимся Расскажите, какие у вас были отношения, когда вы решили вновь произнести свои клятвы? Вы помните? Да, это время полно иронии Алоха! Как дела? Хорошо, а у вас? Порядок? Я думаю, что это был момент, когда мы стали самими собой И делали вид, что все у нас хорошо Так же, как раньше В этот день мы признаемся друг другу в преданности И я счастлива стоять рядом с тобой и нашими детьми Мы не произносили этого вслух Но, боюсь, мы оба понимали, что расстаемся И вскоре после этого стало ясно, что мы просто идем по жизни в разные стороны Думаю, что тогда мы оставались вместе уже не друг для друга А ради детей Такое происходит со многими людьми Мне кажется, мы дошли до того момента, когда важнее всего сохранить мир в семье для детей Теперь, два года спустя, я понимаю, что в наш дом наконец-то пришел мир У нас шум, у нас хаос Но дом наконец-то стал мирным домом Таким, каким и должен быть Это твоя крепость Но раньше это тоже было Потому что у нас так много хороших воспоминаний о том путешествии Все тогда было хорошо Смотри Я не знаю, нормально это или нет Но я вспоминаю только хорошее из нашего прошлого У меня нет ненависти Нет Просто Того человека больше не существует Я люблю тебя И прошу прощения за то, что ворчал Я помню только хорошее С днем матери Привет, мамочка Все приятные моменты, все слова и все события я помню такими, какими они и были Тебе сердечко Хорошие, плохие, все Джон! Мы ссорились, ругались Но пережили больше, чем другие пары в нашем возрасте И даже те, кто старше нас на 20 лет В свое время мы были хорошей командой Он с радостью менял детям подгузники Сидел с детьми И делал многое из того, что я просила Поверни его и посади Посади ее, Карри, на коленке Меня часто спрашивают, вышла бы я за него снова, если бы могла вернуться назад Я не вернусь назад Скажу только, что не променяла бы своих детей ни на что на свете Поэтому я бы не стала ничего менять Во мне больше всех азиатской крови Азиатка И у папы Некоторые дети считают, что они больше корейцы, чем другие дети Некоторые, что они единственные корейцы в семье, а все остальные просто белые Они злятся и говорят, мы тоже азиаты Все азиаты Будете скучать? Да По кому? Я буду скучать по веселью А кто понравился вам больше? Кларк и Дэнни Вонючка Дэнни и Вонючка А почему вы так его прозвали? Мы назвали его Вонючка, когда он забыл принять душ А когда он мылся, мы все равно называли его Вонючкой О ком будете скучать? Обо всей команде Особенно о Майке Он был первым, с кем мы познакомились Майк – звукорежиссер, который первый вошел в наш дом Обувь Он был первым в команде И из первоначального состава остался только он Я подшучивала над ним все три сезона Теперь я должна ему футболку с надписью «Я пережил Кейт и ее детей» Что думаете делать дальше? Чем будете заниматься? Наверное, работать Я не знаю, что дальше Я думаю о детях Я ни за что не отниму у них большой дом и хорошую школу Поэтому мне нужно придумать что-то, чтобы оплачивать все это И это пугает Наверное, я и дальше буду связана с телевидением Для меня все это имеет смысл Я буду идти вперед и использовать любую предоставившуюся возможность Чтобы обеспечивать своих детей Пожалуй, это не последний раз, когда вы видите меня и моих детей Думаю, что многим людям интересно, кем станут мои дети Кем вы станете, когда вырастете? Не знаю Надо подумать Актрисой? Нет, кондитером А ты, Эйден? Я буду палеонтологом Буду выращивать динозавров Собственных Класс Я буду спасать животных Я хотела это сказать Я буду учителем искусств Я так люблю Лего, что стану строителем Я с младшими всегда играю в школу Так что я, наверное, буду учителем Я точно пойду в колледж Точно стану ветеринаром У меня будет четверо детей Мейсон Джордж, Эмма Вайлетт, Фибианна и Пейтон Роуз Это их имена Я хочу сказать большое спасибо незнакомым людям Которые с самого начала нас поддерживали Да, камеры больше не будут нас снимать Но мы все равно будем идти к намеченным целям И мы никогда не изменим себя Вы еще увидите моих детей Они вырастут и Сделают много хорошего Мы не прощаемся Это я говорю всем, кто переживает Всем нашим поклонникам Мы очень скоро увидимся Увидимся Ребята, на вас смотрит вся Америка Что вы хотите сказать? Пока Мне грустно Пока 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 Спасибо Смотрите наше шоу Пока Пока Спасибо вам миллион раз Потому что если бы не шоу Мы бы очень многого не увидели Мы были бы обычной семьей Сидели бы дома и смотрели бы на стены Так что спасибо вам И этого даже мало Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Спасибо Это безумная жизнь Но это наша жизнь Точно Как-то нехорошо Когда я сказала это первый раз Я не знала, что наша жизнь будет такой Безумной Но это наша жизнь И я не променяю ее ни на что Широко улыбаемся все вместе Программа озвучена студия Арк ТВ Текст читал Михаил Тихонов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...